ВОЗ 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 является сотовной частью общечеловеческих прав. Очень только что мы с Екатериной обвинялись некоторыми моментами, некоторыми фразами по поводу того, что эти вещи уже давно, давным-давно уже доказаны. И закономерность уже четко определена, что в тех континентах, в тех регионах, где доступность хуже, в связи с тем, что аборт нелегален, или в связи с тем, что очень много барьеров ставят на пути женщины и получат эту медицинскую услугу, всегда смертность выше. Вы видите, что во всем мире примерно одинаковый уровень абортов вообще, но если говорить о безопасности или опасности проведения этой процедуры или рискованности этой процедуры, вы замечаете, что континент, например, Африки или той же Азии, в Африке абсолютно почти на том же уровне. Уровень вообще абортов и уровень небезопасных абортов. То есть тех абортов, которые приводят к летальным исходам. И такие цифры материнской смертности, которые я слышала, будучи в Африке, как 500 тысяч на 100 тысяч живых новорожденных. То есть это очень сложно себе даже представить, такие цифры у нас. Но эти вещи нужно помнить, знать, чтить и не забывать. Это я обращаюсь к тем, кто пытается даже в нашей регионе как-то ставить определенные барьеры и запрещать женщине проводить эту процедуру. И то, что я говорила, женщины получают абор в любом случае, если она его желает. Но цена порой – это их жизнь, это их здоровье. И очень хорошо видно, насколько разный уровень материнской смертности, например, в Европе по сравнению с Африкой или Азией, где он на много-много раз превышает уровень Европы. Опять в связи с нелегальностью аборта, в связи с тем, что очень серьезные карьеры. И женщины вынуждены обращаться к поставщикам, которые поставляют им, к сожалению, небезопасные процедуры. Мы говорили с вами, что в главе второй есть рекомендации конкретно по клиническим процедурам. Или для нас с вами рекомендации. И здесь есть рекомендации по методу аборта. Я позже покажу слайд. И еще раз подчеркиваю, что ни один аборт не должен проводиться без обезболивания. Подчеркиваю еще раз, что если это хирургический аборт, это все-таки местное обезболивание, а не общее, потому что оно более рискованное. Наконец, четко есть доказательства и рекомендации, что предабортное ультразвуковое сканирование рутинно. Нет у нее необходимости, потому что это не улучшает никак показатели абортные. Наконец, рутинные лабораторные анализы, кроме группы крови, кроме гематокрита, в странах, где есть большая состаненность анемии, другие, они должны проводиться в рутинном образе опять. Наконец, напоминание про подготовку шейки маскими за простолом перед производством хирургического аборта. Позже я скажу про обновленные схемы медикаментозного аборта и рассмотрены время начала контрацепции. Чуть-чуть есть разница между предыдущими изданиями. По рекомендованным методам аборта, первые три месяца беременности, но сейчас не только до 9 недель, а полностью первые три месяца, до 14 исключительно. Это вакуумная аспирация. И здесь в эффективности и безопасности они очень сравнимы. Это ручная вакуумная аспирация или мануальная вакуумная аспирация и электрический вакуумная аспирация. То есть здесь нет какого-либо метода, который является предпочтительнее. Наконец, но с подготовкой шайки матки, если речь идет о подростках, речь идет о сроке беременности только в 12 недель и выше, или же даже фраза на ваше усмотрение, не за простого. И наконец рекомендован мифетристонный не за простого. И если все из вас упомнят предыдущие издания, все останавливается в 9 неделях, сейчас уже есть все-таки рекомендации, как использовать этот метод безопасно, до 12 исключительно. То есть в 9-11 появилось уже доказательство, как нужно его правильно использовать. И наконец второй тримец – это дилатация эвакуации. Это хирургический метод, один из самых безопасных, самый распространенный метод, например, в Соединенных Штатах, и не только, это Голландия тоже любит очень этот метод, самый большой используется. И престольные повторные дозы мезопростола, или же мезопростол вагинально-повторные дозы. По хирургическому аборту не буду долго задерживать ваше внимание, потому что не это цель моей презентации. Но еще раз подчеркиваю, что после любого хирургического аборта нет необходимости, не рекомендуется проведение контрольного выскабливания, а нужно это заменять осмотром полученной ткани после аспирата, что вполне защищает и вас, и женщину от каких-то остатков этой процедуры. Наконец, четко и призыв, там, где еще используется дилатация и кюритаж, так называемый ДНТ или РНВ в вашем случае, если еще используется, необходимо заменять вакуумную аспирацию, это призыв к тем, кто занимается, конечно же, и организацией здравоохранения. И, наконец, медикаментозный аборт. Четко уже больше никто не ставит под сомнение, и рекомендации ВОЗ использовать два препарата, это мифепристон и мезопростол. Использование мезопростола рекомендуется только в тех странах, где нет пока еще разрегистрированного мифепристона. Это не ваш случай, не про Россию. И, как я уже говорила раньше, есть рекомендации по срокам, четкие рекомендации по срокам до 9, 9-12 и 12-24 недели и больше, если нет необходимости. Я понимаю, что я в аудитории клинициста, я не буду вам напоминать, как работает мифепристон. Это антагонист прогестерона, вы все эти вещи знаете. Лишь один момент, который, мне кажется, важен для понимания, почему, например, одной таблетки достаточно и не нужно трех таблеток мифепристона. Вот эти фармакологические данные по мифепристону, что, оказывается, вы даете женщине 100 мг, или 400, или 600, или 800, или 200, абсолютно одинаковая пиковая концентрация препаратов в крови. То есть с увеличением дозы препарата мы не достигаем большего эффекта. Вот это очень важно понять. Наконец, по мезопростолу точно так же не буду долго комментировать. Единственное, что скажу, что с момента, когда появился этот метод во Франции в 1983 году, впервые, конечно же, очень много было исследований. И если про мифепристон мы говорили, что это только пероральный препарат, конечно, про мезопростол здесь есть целый спектр возможностей его администрировать, получая разный эффект, то есть разная фармакокинетика при различных путях предоставления препарата. Вот это типичная схема, которую вы прекрасно знаете, медикаментозного аборта. Первый день женщина получает мифепристон, затем на третий день исторически сложилось, что она обязательно приходила или же ей предоставлялся мезопростол. И, наконец, через две недели после первой таблетки она приходила или была приглашена для контроля эффективности аборта. И это вот такая схема, она существовала с 1989 года, с тех пор, как впервые во Франции был официально разрешен метод. И, конечно же, медицина и наука не стоят на месте. Вы видите здесь даже неполный перечень того, что изменилось в плане медикаментозного аборта. И здесь целый спектр инноваций. Такая важная, например, как 200 мг против 600 мг мифепристона, дозировка и пути введения мезопростола, наконец, мезопростол в домашних условиях, наконец, применение медикаментозного аборта после 7 недель беременности, после 49 дней. Наконец, по-разному сейчас можно предоставлять мезопростол. Наконец, предоставление медикаментозного аборта во втором триместре. И даже сейчас обсуждается и контрольный визит после медикаментозного аборта. И очень важно опять для нас всех с вами, это новые данные, рекомендации по лечению самопроизвольного или неполного аборта. Попытаемся разобраться в каждой из этих инноваций и в Озовские рекомендации. Исследования ВОЗ еще 2000 года четко показали, что или предоставляется женщине, причем это, естественно, очень высококачественное исследование, это все абсолютно основано доказателем медицине, показали, что или же предоставляется женщине 1 таблетка мифепристона, или 3, то есть или 200 мг, или 600, абсолютно одинаковая эффективность, доказая еще раз, что нет смысла предоставлять 3 таблетки или 600 мг мифепристона. Это и было подвержено дальше многочисленным исследованиям. Здесь, конечно же, неполный перечень. Если вы поищите в интернете, вы найдете сотни, сотни исследований, которые еще раз подчеркивают эффект при предоставлении 1 таблетки. Наконец, мезопростол, как мы уже говорили, можно предоставлять перорально, и тогда мы получаем быстрое всасывание, быстрый рост пика концентрации в сыворотке крови за 30 минут, но точно так же падает довольно быстро, и через 1-2 часа уже находится на очень маленьком уровне. Отсюда вывод, если мы хотим эффективный аборт при сроках беременности, не очень больших, 6-7 недель, вот такой вот пероральный путь нам годится. Но если мы хотим эффективность на сроках больше, тогда мы переходим на вагинальный, или сублингвальный, или трансбукальный. Почему? Потому что, я перейду на другой слайд, и вы четче еще здесь увидите, что если мы назначаем, например, вагинальный или сублингвальный, пик, может быть, и не растет так быстро, но зато он гораздо дольше с концентрацией препарата поддерживается в крови, и это дает возможность тому, чтобы матка имела достаточно долгую сократительную активность, и была бы возможность иметь эффективный до 98% медикаментозный аборт, даже на сроках 7-8-9, и позже. Сейчас позже покажу, какие схемы для этого. Вот это исследование, которое мы проводили в Молдове, и на основании его пришли к нашему национальному протоколу. Мы сравнивали рандомизированно в двух группах предоставление медикаментозного аборта, и в частности, мезопростола под языком, две таблетки, 400 микрограмм, по сравнению с пероральным путем. И пришли к выводу, что пероральный путь является намного менее эффективным, вы видите, 94,6% успеха против 99% в сублингвальной группе. Вот так звучит наш локальный местный в Молдове национальный протокол, точно такой же и на Украине. То есть одна таблетка мефепристона, и через 2-4 часа две таблетки мезопростола под язык. Таким образом, во многих странах пользуются различными схемами, которые показались в стране эффективны, удобны. Например, в Великобритании, вы только что слышали презентацию, а на Фереди пользуются одной таблеткой мефепристона, 200 микрограмм, затем 800 микрограмм вагинально. Соединенные Штаты Америки недавно перешли от вагинального пути к букальному, то есть две таблетки здесь, две таблетки здесь, и различные схемы работают хорошо во многих странах. Наконец, говорили мы с вами про инновацию, где предоставлять мезопростол. И хочу сказать, что на данный момент это является самым предпочтительным выбором в Соединенных Штатах, например, в Швеции и другие развитые страны. Аналогично в развивающихся странах Вьетнам, Тунис. Исследования в Украине, в Молдове показали безопасность и эффективность предоставления женщине на дому мезопростола. И данные, которые в конце концов показали, доказали нам, что это является достаточно безопасным. Это то, что в исследованиях, которые проводили Папа Лёшн Кайсел и также Эрик Шаф, вы видите, тысячи и тысячи женщин, которые были в этом исследовании, показали, что даже если у женщин наступает обильное кровотечение, которое требует трансфузии, требует серьезного медицинского подхода, это не случается в день предоставления мезопростола, а случается позже. Поэтому держать женщину, и ни одно из этих кровотечений не случается непосредственно в день мезопростола. Еще раз показываю, что нет необходимости держать женщин в стационаре или просить их, чтобы они возвращались назад. И таковы являются и возрастские рекомендации. Наконец, очень много исследований показало, что медитикаментозный аборт точно так же эффективен и на сроках после 49 дней. Не буду на этом долго останавливаться. И отвечая на ваш вопрос, когда нужно предоставлять. И это было отражено и в возрастской рекомендации, схеме, сейчас позже скажу. Исследования показали, что или предоставлять мезопростол следующий день, то есть через 24 часа, или через 48, или 36 часов, или даже позже, до 5 дней. Эффективность не падает от этого. Видите что-то? Она на уровне 96-98%. А, и наконец, как эти исследования и другие, кстати, рекомендации Royal College, Obstetrician Gynecologist, которые уже упомянули о анфероиде, очень сильно повлияли на возрастские рекомендации, потому что это является, ну, пожалуй, самым основанным доказательным медицинам протокола Royal College. И, наконец, как звучат возрастские рекомендации на данный момент? До 7 недель это мифепристон 200 мг перорально, через 24, видите, что исследования отразились в протоколе, 24-48. Почему такая разница? Когда женщине удобно? Когда ей хочется принять препарат? Это предоставляет гибкость предоставления метода. Через 24-48 часов мезопростол 800 мкг. Вагинально, букально или сублингвально. Почему? Потому что показалась эффективность. Или же, если такой местный протокол, если ваш национальный протокол таков, мезопростол 400 мкг, но перорально. То есть, если хотите работать пероральным мезопростолом, он работает и можно предоставлять только до 7 недель, не больше. Иначе, если увеличить дозу и соблюсти пероральный путь, очень много побочных эффектов. И, наконец, от 7 до 9 недель такая же схема 200 мг перорально, через 24-48 часов мезопростол 800 мкг вагинально, или букально, или сублингвально. Как хочется, как нравится женщине, какой утвержденный национальный протокол. И хочу сказать, что если идти по нижнему, да, от 7 до 9 недель, вы видите, что очень схож из верхней рекомендации. Имея в виду, что если, то есть, означая, что если предоставлять всем женщинам одну таблетку мифепрестона через 24-48 часов, те же 800 мкг изопростола, это покрывает все сроки до 9 недель. И очень уж стараться соблюсти вот эти, и подсчитать четко это 7 недель или 7 кусочек не очень имеет смысла. Говорила я вам, что вот эта инновация не только до 9 недель, а 9-12 недель, и это была доказана точная эффективность. Мифепрестон 200 мг перорально через 36-48 часов. Замечайте, что здесь пропало 24 часа интервал. Почему? Потому что нет на данный момент исследований, которые показали бы, что это также эффективно. То есть рекомендация все-таки подождать 36-48 часов. Мизопростол 800 мкг вагинально, а затем через каждые 3 часа повтор дозы 400 мкг вагинально или сублингвально до 5 доз. В эти 5 доз включаются и первые дозы мизопростола. С рекомендацией, что вот в таком сроке 9-12 недель процедура должна проводиться в стационарных условиях. Идем дальше. Наконец, мы говорили про инновацию исследований и проведения медикаментозного аборта во втором триместре. И хочу напомнить всем нам те самые методы, которые все мы знаем. Какие были кровотечения у тех женщин после инстилляции гипертонического раствора? Сколько их женщин мы теряли? И вот такая табличка, которая предоставляет еще раз, напоминает нам, что при внутриомниотическом используя гипертонического раствора, солевой раствор, уровень неудач до 50%. И кровотечение 6%. Довольно внушительный уровень еще осложнений. И, наконец, то, что мы тоже делали какое-то время, внутриомниональное введение простагландинов, тоже уровень неудач до 30%. Конечно же, это ни у кого не удовлетворяло. Наконец, на данный момент, есть довольно большое количество исследований, сейчас тоже не буду долго задерживать ваше внимание, просто лишь обратите внимание на эффективность предоставления одной таблетки мифепристона через 36-40 часов, начинается с 800 мкг вагинального мезопростола, затем 400 мкг орального мезопростола через каждые 3 часа до 4 доз, и за 24 часа эти женщины полностью изгоняют плод в этом сроке в 97,9% случаев. А если взять за 36 часов, тогда это практически в 100% случаях. И когда мы говорим про эффективность проведения медикаментозного аборта во втором триместре, как и в первом, впрочем, это имеется в виду, что изгоняются полностью и плоды, и плацента, и нет необходимости совершенно в каком-то хирургическом дополнении этого метода. И в исследовании ОШОК, видите, 1002 случая, здесь я хотела обратить внимание на уровень осложнений. Мы все время боимся осложнений. И из этих 1002 случаев всего лишь было 65 необходимых ситуаций в хирургической эвакуации плаценты. Большинство или задержки плаценты, два случая или из-за обильного кровотечения, которое потребовало переливания крови, и один случай даже дошло до удаления матки. То есть уровень неудач или уровень неудач очень низок при использовании медикаментозного метода, еще и уровень осложнений очень-очень низок. И подтверждая или на основании исследования будут аневозовские рекомендации для аборта второго триместра, то есть больше 12 недель. И здесь 12-22 недели или 12-24 даже, если есть необходимость. И это мифепристон 200 мг перорально, через 36-48 часов 400 мг перорально или 800 мг вагинально, то есть или-или. Затем повторяются каждые 3 часа до максимально 5 доз 400 мг вагинально или сублингвально. С оговоркой, что если это женщина с рубционной матки, например, постоянный вопрос, который нас мучает, как прерывать беременность второго триместра с рубционной матки, тогда дозами запростола можно уменьшить или же увеличить интервал не трехчасовой, а от трех до шести на ваше клиническое усмотрение, на решение вами вопроса, как часто предоставлять и как уменьшить дозу. Помните, я вам говорила про инновацию и подход к лечению самопроизвольного аборта или неполного аборта? Сейчас есть рекомендации дополнять медикаментозно. И эти ситуации – это 600 мкг запростола перорально или 400 мкг запростола под язык. Или вакуум-аспирация. И, конечно же, совершенно не рекомендовано проводить, как я его называю, злостный кюритаж. В случае, когда, может быть, даже матка полностью опорожнена, и мы стараемся что-то еще получить на фоне того, что она уже нет никакой необходимости в этом. Уход после процедуры. Инновация касательно обязательно рутинного контрольного визита. Теперь это тоже пересмотрено. И если есть возможность женщине подтвердить, что произошел полный аборт, нет необходимости в рутинном ее контрольном визите. Но это от страны к стране можно и нужно решать индивидуально. Наконец, гормональная контрацепция, которую мы предоставляли, если вы помните, в день шли дебаты, если это медикаментозный аборт, предоставлять ли со днями фепристона или со днями запростола, уже есть доказательства и возрастные рекомендации, что это можно делать со днями фепристона. И нужно делать со днями фепристона. Внутриматочная спираль в момент подтверждения полноты заключения полностью аборта. Или же, если это второй тримец, в момент изгнания, после чего мы убеждаемся, что и плацента полностью изгналась, и нет никаких остатков. Мы говорили с вами, что в четвертой главе есть связь с правами, общечеловеческими правами. И я очень люблю вот эту связь, потому что, как такового права женщины отделя на аборт, это нигде не оговаривается в международных трататах. Но эта глава предоставляет очень хорошую информацию о том, что если женщина имеет право решать самостоятельно, что происходит с ее репродуктивной функцией, происходит с ее телом, в конце концов, с ее беременностью, и это включает сюда и право на жизнь, потому что если у нее отобрать это право, она зачастую умирает, мы с вами уже убедились на основании других континентов, и право на здоровье, и право на справедливость и отсутствие дискриминации, и право на свободу и безопасность, и право на неприменение пыток, а если мы порой делаем иногда такой этот злостый кюритаж, как я его называю, не пытка ли это? Давайте задумаемся. Наконец, право на доступ к достижениям технического прогресса. А медикаментозный аборт является достижением научно-технического прогресса. И у женщин абсолютно всех стран, в том числе в России, должно быть это право. Спасибо.